Думаю, что можно начать? Ну, я слышу. Всем привет, всем спасибо, что пришли и поехали на МАКС, собрались сегодня здесь, чтобы послужить про карты. Меня зовут Лев, и я расскажу сегодня о том, как редактировать карты. Когда я готовил этот доклад, я, кажется, позиционировал в основном на новичков его, на людей, которые никогда не редактировали, но на утреннем представлении я понял, что здесь сидит довольно много уже картографов со стажем, поэтому я попробую разнообразить свой рассказ с какими-то дополнительными деталями. Немного о себе. Меня зовут, как я уже сказал, Лев. Я работаю программистом в компании Mail.ru, делаю такое мобильное приложение, как Maps.me, и отвечаю там за прокладку маршрутов. Прокладку маршрутов по карте OpenStreetMaps. И с этой точки зрения я очень много взаимодействую, как с картой в целом, так и именно с дорогами, о которых я сегодня расскажу побольше, и о том, как нарисовать дорогу, чтобы можно было на навигаторах, использующих OpenStreetMaps, проложить путь к своему дому, к своей работе или на отдыхе. Итак, редактирование карт. Давайте поговорим, зачем вообще редактировать. Ну, во-первых, это интересно. Это ты открываешь карту OpenStreetMaps, и часто там ничего нет, потом вносишь какие-то данные, и на выходе люди видят карту. Причем видят сразу. Буквально через минуту после того, как вы добавляете свои изменения на сервер, они начинают рисоваться на проектах OpenStreetMaps.org. Потом все мобильные приложения со временем тоже загрузят к себе эти данные, они начнут на могилках людей рисоваться. Кроме пользы себе, зачастую картографирование помогает людям в целом. Существуют многие проекты, такие как KOTOS, о котором я рассказывал, где картами пользуются гуманитарные команды либо команды, приезжающие в зону бедствий. Они запрашивают сообщество, чтобы они быстро обрисовали спутниковые снимки, и буквально через полдня, через день, у специалистов, которые действуют уже на месте, есть карты релевантные, случившиеся ситуации. Например, после недавнего землетрясения в Непале за несколько дней была сделана карта с разрушениями, которые были сняты с спутников непосредственно после землетрясения. То есть, через день у спасателей была карта с местами, где замечены наибольшие повреждения, и даже там было такое задание, карта с местами, где может сесть вертолет. Ну и кроме общественной полезности, картографирование несет выгоду и самому бизнесу. Если вы владелец бизнеса, вам важно, чтобы пользователи, клиенты о вас узнавали. OpenStreetMaps картами сейчас пользуются десятки миллионов людей. Если посмотреть статистику даже по скачиваниям приложений, которые так или иначе используют эти карты, они давно измеряются в десятках миллионов. Поэтому за небольшую затрату своих сил, добавление точки со своим бизнесом на карту, вы можете достучаться до миллионов потенциальных клиентов. Согласитесь, довольно дешевый канал рекламы. Так, редактирование карт. Вся карта в СtreetMaps держится всего на нескольких базовых понятиях. Это тег, точка, линия, которая состоит из точек, последовательность точек, и отношения. Из этих примитивов складывается все то, что вы видели до этого. Поговорим о них подробнее. Тег. Тег – это на самом деле пара ключ-значения, которые что-то описывают в карте. По факту теги можно вешать на все остальные примитивы, которые были описаны раньше. Для оценки, вот я выявил некоторую статистику, сейчас есть 55 тысяч уникальных тегов, то есть точку можно описать, ее тип описывается 55 тысячами уникальных способов. Но по факту, конечно, самыми используемыми типами гораздо меньше, и в 55 тысяч входят опечатки, некоторые другие ошибки. Но эта цифра, на мой взгляд, отлично отражает все многообразие этих возможностей, которые подоставляет конструкция. Точка. Точка – это первый примитив, который виден на карте. То есть это некоторая сущность, у которой есть координаты, и на которую можно вешать теги. С помощью точек описывается, например, мудазин. С помощью точек можно отметить деревья. В некоторых странах картографы не любят рисовать контуры зданий, и большинство зданий описывается просто точка, у которой тегами заполнены адреса. Сейчас в карте OpenStreetMap более трех миллиардов точек. Ими рисуется вся та картинка, которую мы видим. Причем, несмотря на то, что всего три миллиарда точек, всего лишь 100 миллионов имеют теги. То есть это какие-то самостоятельные точки, которые несут информацию сами по себе. Но и из тех точек, которые несут эту информацию, если ее заполняют, то в среднем сейчас три тега на точку. Что касается линии. Это уже более сложный примитив OpenStreetMaps. Линиями рисуются дороги, здания, границы. Все то, что нельзя нарисовать точкой. Сейчас принято такое соглашение, что в OpenStreetMap нету площадей. Площадных объектов как отдельный примитив. Сейчас все площади обозначаются замкнутыми линиями и дополнительными тегами. Например, Этерия. Поэтому на примерно 300 миллионов линий приходится примерно 200 миллионов замкнутых линий, которые являются домами, границами государств, границами районов и всем другим. А линии уже чуть меньше описывают, чем отдельно стоящие теги. Поэтому в среднем по базе данных у нас сейчас чуть меньше трех тегов на линии. И отношения. Отношения – это еще более высокий уровень описания связей в карте, чем линия. Я сейчас не буду на них заострять внимание. Но в основном они используются для указания каких-то более сложных вещей. например, маршрута общественного транспорта, который проходит по дорогам общего пользования, соединяет их, соединяет в себе остановки, еще чего-то. Получается отношение. На всю базу их примерно чуть больше трех с половиной миллионов. И когда мы делаем правки в карту, мы формируем так называемый пакет изменений. То есть, все, что мы добавляем в карту, или изменяем, или, не дай бог, удаляем, все это подписывается нашим именем, этим изменениям присваивается какой-то уникальный номер. Желательно, чтобы мы их озаблавили, допустим. Этим изменениям я описываю домик рядом с местом, где я живу. И отправляем на сервер. В большинстве случаев, после того, как мы его отправляем, сервер применяет эти изменения у себя, и через минуту мы видим уже на карте появившийся домик. Но, если вдруг мы правим на районе, где правит вот прямо в этот же момент кто-то еще, и мы не учитываем изменений вот этого человека, и на сервер приходят два пакета, один меняет данные, второй меняет эти же данные, тогда может случиться конфликт, и изменения, а сервер скажет вам, что вот прямо сейчас изменения я не могу применить, потому что данные, которые вы рисовали, уже были изменены тем-то тем. Попробуйте как-то разрулить этот конфликт. И все изменения вносятся через специальную программу. Программу редактора КАР. Здесь для простоты мы будем использовать встроенный редактор в сайт openstreetmap.org, который можно открыть, если нажать кнопку «Edit» на сайте. Чтобы она стала активной, вы должны зарегистрироваться на сайте, зайти туда под своим логином, и можно будет править карту прямо с сайта, с главной страницы openstreetmap. И второй редактор, о котором полезно знать и полезно выучить, если вы собираетесь делать много правок, или у вас есть потребность делать многочисленные правки, это Джорсман. Его сайт уже сегодня тоже рассматривали. Хороший вид. Я бы хотел добавить о существовании такого редактора, как «ВеркаАрта». Я его крайне рекомендую. Вот у меня он, в отличие от реализации «Язвы тормозильки», он тоже, так сказать, «Кросс-платформа» и работает везде, где есть. Отлично. Ну, да, есть еще «МеркаАрта», есть еще «Потлач». То есть, на самом деле, редакторов, я навскидку, наверное, даже вспомню, около 10, наверное, еще больше. А каждый, кто хочет, может написать свой редактор. Но популярные несколько. ID, Джорсман, «МеркаАрта» и «Потлач», он раньше был на главном до прихода, а сейчас есть. Ну, да, просто. Можно, походу, вы сказали, что если несколько редакторов сейчас редактируют карту вот в этом конкретном районе, то может произойти конфликт. Это зависит от того, что конкретно они делают, или если они просто точки вносят в одно и то же время где-то рядом, то тоже может возникнуть конфликт? Конфликт возникает только, если редакторы трогают одни и те же точки. То есть, расположен какой-то дом, один редактор потянул его точки в одну сторону, сохранил, а в это же время другой редактор потянул этот дом в другую сторону. И тогда у второго редактора при сохранении будет показан конфликт, то, что именно точки, которые меняешь ты, в течение того времени, пока ты менял, были изменены. Если создаются две точки рядом, где-то метров пять гуку от друга, они создаются, какой-то конфликт может быть? Нет. То есть, на добавление... Эти точки могут описывать один и тот же объект. Ну, это логический конфликт, к сожалению, программа его не может учесть. То есть, может возникнуть ситуация, когда вы вместе добавите две одинаковые точки, логические, на соседних координатах, и через некоторое время, когда обновится карта, там будет два магазина с одинаковым названием новых рядах. Ну, раз уж мы заговорили о внесении изменений, давайте рассмотрим простенький вариант. Это внесение данных в магазин. Каждый может пройтись до дома, увидеть порядка пяти-семи магазинов, которые, скорее всего, на карту не нанесены. И он таким образом может помочь сделать карту лучше, неся магазин. А сегодня, когда я шел сюда, по пути в библиотеку, я сделал фото недавно открывшегося у нас магазинчика, который называется дисконт-центр. Судя по всему, эта сеть. Вот так выглядит дверь, и при внесении информации о магазине, в основном, большинство о нем может сказать фотография дверей. Ну, что мы здесь можем видеть? Название, к сожалению, адрес точно магазина указан очень. Размыто, район Бойковский, малый, режим работы, очень важное поле, потому что многие мобильные приложения уже умеют показывать, работает ли этот магазин сейчас. Если вы добавите информацию, пользоваться будет очень удобно. И, на самом деле, еще полезное поле о том, что они принимают карточки. вот давайте попробуем это все внести. Я захожу на сайт, выбираю место, где это все происходило, и нажимая кнопку Edit, открывается по умолчанию редактор ID. Здесь здание магазина уже адресовано, поэтому я беру только примитив точка. Здесь сверху мы видим все остальные основные примитивы, которыми оперирует данный редактор. Это точка, линия, и данный редактор поддерживает площади сразу. Ну, на самом деле, базу данных мы также вносим линию. Магазины отображаются точками, ну, примерно рядом с опором. Вот, я ставлю точку, ищу, и задаю ID. Ну, в данном случае это магазин одежды Closing Store. А после этого мне предлагается, редактор сам предлагает заполнить информацию об этом магазине. У него есть имя, дисконт-центр. Оператор. Ну, так как это магазин сетевой, его тоже им заведует сеть дисконт-центров. Адрес, к сожалению, сейчас мы не можем заполнить, но для любых магазинов лучше все-таки искать адреса и заполнять. Тогда их смогут найти через поиск приложения, допустим. И часы работы. Как мы видели, он работает с понедельника до воскресенья. Сколько там? С 9 до 9.30. Есть специальный формат для обозначения часов работы. Грубо говоря, он состоит из названий дней, когда работают через тело и часов работы. Обо всех форматах, то есть, все, что мы в этой части заполнили, на самом деле мы заполняем тени. Но так как редактор ID, он больше ориентирован на людей, он прячет в себе эту сложность, показывает нам просто какие-то поля с человеком читаем названиями, позволяя нам просто заполнять информацию, не ища каких-то более подробных информаций. На самом деле, он вот здесь показывает, как будет выглядеть наша добавленная информация для самой базы данных. на самом деле у нас появился тег шоп, у которого значение глоссус, то есть, мы поставили магазин со специализацией одежки, а мы поставили тег name, имя, поставили тег оператор, это глобально владельница людей, и мы поставили тег часы работы. Чтобы более подробно узнавать информацию о том, как заполнять эти теги, в самом редакторе рядом есть кнопочка с информацией, которая ведет на вики проекта. У меня низкая система, скорее всего, она нам близки приведена, но есть узкий вариант практически у остальных основных. Если как-то не тарелно заполненное время работать, то как-то это вредит? Для базы данных это не вредит никак. Программы, которые будут использовать это время максимум, что просто неучтук, они будут игнорировать этот тег, если не смогут распознать. общепринято вот такая система тегирования, которое описано в вики проекта. Она довольно гибкая. Можно добавлю. То есть там будет как раз пройти вниз там есть сайт специально на который можно здесь будет. В общем сайт есть сайтик небольшой на который можно проверить верно или протегировано вот это opening covers и еще можно посмотреть расписание в удобном виде графически. то есть отображается открыто то есть если какая то ошибка есть то покажет сообщение вот любой пример можно вставить с предыдущей страницы Проверим, насколько я по памяти проверку исполнил. А в валидаторе есть какой-нибудь пуль? Которые именно все пули проверяют? Да, спешим, очень нормально. Смотрим. Валидатора, если честно, я не смотрю в валидацию. У себя в проекте Maps.me есть софт, который его парсит и пытается привести к единому виду, но в открытом доступе. Не уверен, что есть. Мы добавили магазин, то есть, как я уже говорил, точка добавляется рядом с дверью. И теперь мы сохраняем наш... создаем пакет изменений. А фотография у нас тоже добавляется? Нет, в саму базу данных фотографий у меня добавляется. Когда я нажал на изменения, у нас есть поясняющий комментарий. Комментарий по правилам OpenStreetMap заполняется либо на языке той страны, в которой проводятся эти изменения, либо на английском, если вы не знаете язык той страны. Допустим, в командах волонтеров картографируете какую-нибудь автору. Итак, здесь мы видим описание нашего пакета изменений, а изменения, которые мы сделали, то есть, по сути, в изменениях мы просто добавили одну точку, магазин, дисконцент. И оно от нашего имени, в частности, от моего, идет на карту. Мы сохраняем эти изменения. Сейчас пакет отправляется на карту. Все, теперь, если мы перейдем по саму OpenStreetMap, подновим карту. Пока еще не успел. Прошло буквально 20 секунд, и магазин одежды появился на нашей квартире. Примерно так выглядит общее редактирование карты в проекте OpenStreetMap. Что делать, если нужного тега нет? Большинство, если нужного тега нет. Тут есть два варианта. Либо вы этот тег просто не знаете, либо его действительно нет. А чтобы узнать, какие есть теги, нужно зайти на страницу wiki OpenStreetMap.ru и попытаться поискать, возможно, прямо на языке, допустим, там, не знаю, тег для сарая. Попробуем найти. Вот, допустим, useFirmers. Ну и так далее. И поиском по wiki Bright можно найти различные променения, различные теги, с которыми описывают наш мир в карте. Если такого тега действительно нет, то набирается некоторая группа единомышленников, оформляется так называемый proposal, по-русски, скорее, предложение к группе OpenStreetMaps, где описывается, как этот тег называется, его имя, в каких случаях применяется. Из него уже идет голосование «нужен», «не нужен», после чего он принимается и добавляется wiki проекта. А пока идет голосование, вот вообще весь этот процесс длительный, что-то можно делать как-то? Можно отмечать те объекты, для которых нет тега? Да. В принципе, можно отмечать, там тег может быть любым. Все, что там можно написать, любая строка, которая влезет, вы можете написать. А как сделать так, чтобы еще картину, вот такой вот значок отображался? Вот, со значком уже больше проблемы. То есть, значок — это описание для карты. Именно для той программы, которая переводит базу данных в OpenStreetMaps в графическое представление. Не все линии, которые есть в базе данных, вообще рисуются на графике по тем или иным причинам. А для кого-то просто эти линии не важны. Ну, то есть, есть политическая карта, есть географическая. Для одной важны лица, для другой административные границы. И чтобы нужный значок попал непосредственно на карту, нужно не только внести значок в самую базу данных, тег, но и в правилах, в стилях для программы, которые рисуют карты, указать, что такой-то значок будет соответствовать вот такому-то тегу. Ну, это можно сделать только тогда, когда пропозу уже принят, да, и все? Да. Ну, для собственных карт, то есть, если у вас свой сайт, вы сами пишете стиль для рисования, вы можете это сделать, когда угодно. А для общественных карт, которые на OpenStreetMap.org, да, там надо принять пропозу, предложить у них в GitHub вправки к стилю карты, за них прополосует сообщество, и, возможно, они поменятся. Так. Вопрос еще один. Ты правильно понимаешь, что вот объекты хозяйства, вот как магазины, еще что-то, не здания, а именно вот хозяйственные объекты, они наносятся на карту прямо на тайгу. В результате, вот, при отборожении карты. То есть, сервиса обычного Яндексовского вот организации, да, вот, полного нету в OpenStreet вообще? Не совсем. Нет, то есть, когда, по-моему, у меня есть бизнес-центр, в нем 50 магазинов на каждом этаже, если их все отметить на OpenStreet, это будет вот наслоение пиктограмм вашего полиса, да, то есть? А нету, как таковых тайслов нету, то есть, OpenStreetMap это база данных, все хранится вместе. Я понимаю, ну, то есть, они отрезаются. То есть, вот так вот. Если... Да, да. Это бизнес-торговый центр Митрополис. Есть. Можете OpenStreetMap.ru открыть и показать там, соответственно, поиск. То есть, посторонние сайты, эти все функции могут реализовывать. То есть, они могут, в принципе, отобрать информацию, находясь в таком случае, в стендерах это нужно как-то отображать или падать? Все зависит от самой программы. То есть, хорошо бы адрес добавить. Можно добавить еще какое-нибудь отношение к торговому центру, если вам важно, что именно внутри находится. Сейчас еще идут активные разговоры как раз про позу по поводу так называемой indoor навигации. То, что внутри торговых центров тоже прикольно бы делать карту магазина. Ну, это пока на уровне предложений. Но, в целом, поиск по паям, точкам интереса, это уже функция непосредственно программы. То есть, данные мы предоставили, а сервис над данными – это уже вопрос использования. Некоторые это предоставляют. В частности, в maps.me есть просто. Ну, дальше можно поговорить о домах. Дом отображается тегом building. По-хорошему, есть тоже несколько вариантов здания. Это коммерческое здание, постройка, жилое здание. Если вы не знаете, то можно просто обозначить ее значением, если просто здание. Когда здание рисуется, как правило, мы тоже рисуем их со спутниковых снимков. И если посмотреть на спутник… Сейчас я с нами покажу режим продактирования. Здесь не очень видно, здесь уже лучше. Отлично. Ну, пока грузится. Если внимательно посмотреть на спутник, можно заметить, что при первых заходах в карту, что здесь же все неправильно. То есть, если проглядеться, вот край здания, само здание, сама картинка, которая рисуется на open street map, она смещена. Но если присмотреться, то можно увидеть, что по факту смещены практически все картинки. Это происходит из-за того, что, пролетая, спутник не может сделать точное соответствие своих фотографий реальному расположению на Земле. Потому что фотографий очень много, они все на холмах, то есть, у Земля же она не абсолютно ровная. И в результате получается смещение. То есть, реальная картинка относительно GPS координат смещена в какую-то сторону на фиксированное значение. Чтобы это компенсировать, эту картинку для каждого отдельного случая надо сместить обратно. Изначально смещение подбирается по GPS треку. То есть, вы либо доставите где-то дорогой GPS приемник, ставите точку и по этой точке выравниваете фотографию. Либо смотрите на большинство GPS треков с менее точных приемников и выбираете какое-то среднее значение. Но для таких городов, как Москва, Петербург, привязка с ним уже давно сделана. И поэтому можно либо выбрать смещение из базы данных смещений, либо просто на глаз подобрать под реальное положение дела. Сейчас мы попробуем по зданию выставить смещение. Также при картографировании нужно учитывать, что спутник, когда снимает поверхность Земли, не всегда находится под прямым углом к поверхности Земли. Поэтому многие здания, особенно очень высокие, они будут падать на снимках. И существует правило, что здания рисуются по фундаменту или по крыше. Здесь учитывайте всегда наклон зданий, то есть не вся площадь, занимаемая зданием, должна быть рисована на карте. Ну и теперь я перехожу к основной теме, о которой я хотел рассказать. Это картографирование дорог. И как сделать так, чтобы дороги были ссоединены. Дороги появлялись в навигаторе после того, как их нарисовали на карте. Всего у дорог мы можем описывать очень много различных параметров. Первый основной параметр, который обязательно надо указывать, это тип дороги. Он изменяется от магистрали до направления. То есть есть тип паз, который описывает место, где просто кто-то сумел проехать. Это может быть колья в лесу. И одновременно есть тип транк, который представляет собой автомагистрали. Все современные навигаторы учитывают эти типы, и большинство из них не ведет по колья, но отлично относятся к магистрали. Второе, о чем навигаторы заботятся о дорогах, это их покрытие. Это будет дополнительная информация. Если она не указана, то навигатор, как правило, все равно по этой дороге его проведет. Но если там есть покрытие асфальтовое, он будет очень рад. Также каждая дорога может иметь имя, которое привязано к улице. Тогда в навигаторах будет там написано «Поверните направо на Ленинградское шоссе». Максимальная скорость позволяет указывать ограничения и рассчитывать время, которое вы затратите на машину. Но практически все современные программы, которые строят маршруты, навигаторы, проверяют этот тег, но не доверяют ему полностью. И, как правило, разрешенная скорость – это некоторое обобщение между максимальной скоростью, типом покрытия и качеством дороги. В OpenStreetMaps есть отдельный тег – ровность покрытия. Он, конечно, не точный, в том смысле, что там оно может быть хорошее или плохое, но если, допустим, есть некоторая трасса, которая названа магистралью, который ограничение 110 км в час, но покрытие плохое, который поставит, большинство навигаторов занизит ему максимальную скорость и не подойдут по этой дороге. Кроме этого, учитывается количество полос, направление движения по этим полосам. Ну, то есть, дороги могут быть как односторонние, так и иметь какие-то поворотные полосы, которые уходят на слезы. Что касается самого рисования дорог, очень важно, чтобы во время рисования все пересекающиеся дороги имели общие точки на перекрестке. Дорога не обязана начинаться с перекрестка, но если она где-то с другой дорогой пересекается, и с одной дороги можно съехать на другую, там должна быть общая точка. Единственное случай, когда точки может не быть, если они пересекаются без возможности съезда, физической возможности. Допустим, одна дорога уходит на мост, либо другая уходит в туннель, но тогда очень желательно, чтобы это было указано дополнительными тегами, что одна дорога – это мост. И всякие валидаторы, то есть, специальные программы, которые проверяют корректность всего, что нарисовано, выдают предупреждение, если две дороги пересекаются без указания на стол и прочих тегов. Давайте посмотрим, как можно рисовать дороги на примере рисования дороги в моей школе, где я учился. Первомайское район, в районе метро Первомайское. Здесь мы видим некоторую улицу, которые пешеходные дорожки, здесь отмечены красным пунктиром, проходят вдоль Первомайской. По факту они проходят еще и в углу района, но на карте они сейчас не отмечены, и мы попробуем это исправить. Переходим в режим редактирования. Здесь стоит обратить внимание, что это уже довольно неплохо разрисованный район. Здесь есть линии метро, нарисованные с ними, надо не пересечься. Здесь есть непосредственно автомобильные дороги, которые уже входят в автомобильный граф. Нам надо добавить возможность пройти для пешеходов. Сейчас при попытке построить пешеходный маршрут, а навигаторы, скорее всего, поведут нас либо по дороге, либо по противоположной стороне улицы. Мы попробуем ввести его в уже имеющуюся перекрестку. Я точно знаю, что там есть дорога просто вдоль улицы. По факту сейчас мы нарисовали просто линию. Чтобы она стала пешеходной дорогой, нам надо в типе выбрать дорога, пешеходная дорожка. И дальше мы начинаем ее заполнять. Я точно знаю, что она асфальтовая. К сожалению, шик я ее не мерил. Это никакой не мост, не туннель. Дальше есть семейство тегов Аксесс. Это доступ. То есть не секрет, что очень много дорожек пролегает на каких-то закрытых территориях, и туда нет доступа. Но в нашем случае по ней вполне можно ходить и даже ездить на велосипедах. Но одновременно с этим, так как это пешеходная дорога для моторизированного транспорта, здесь сразу стоит место. Кататься на автомобилях, на мотоциклах на ней нельзя. После того, как мы провели куда-то нашу дорожку, надо соединить ее с остальным графом. В частности, вот в этом месте есть пешеходный переход. То есть пешеходам могут пересечь улицу 9-ю парку, и даже здесь земля видна на спутниковой снимке. Сами переходы обозначаются точечными точками. В данном случае точка уже стоит, с типом перехода, просто кросик. Соответственно, чтобы правильно нарисовать переход, нам надо нарисовать линию, которая идет от точки на нашей улице до точки перехода. И от точки перехода до непосредственно улицы, ну, до пешеходной дорожки с той стороны. Вот в результате появляется новая линия, мы тоже должны указать, что это асфальтовая дорожка. Ну, и дальше потом провести плоск, выровенься. Ну, примерно так. И таким образом мы сделали линию вдоль имеющейся дороги и обозначили на ней пешеходный переход. А теперь у дороги 9-й парковой улицы, здесь, кстати, тоже, заметьте, есть смещение спутникового снимка, улицы, где дороги идет. Теперь, когда мы нарисовали пешеходные дорожки вокруг улицы автомобильной, и можно пройти пешеходом, нам надо сказать напрямую, что больше по этой улице нельзя прокладывать пешеходные маршруты. Потому что мы ее уже отметили, реальное положение пешеходных маршрутов. Поэтому напротив доступа акции для пешеходов мы ставим «нет». Это улицы, тоже, для автомобилей. Сохраняем наши изменения. Теперь мы видим здесь, что мы изменили территориальную дорогу 9-я парковая, добавили две новые пешеходные дорожки. Делаем поясняющий комментарий. Пешеходные дорожки на 1-майской путь. Линии метро, они под землей, не все в картографическом стиле их рисуют. А здесь главное с ними не сделать общих точек. То есть у нас здесь, если проглядеться, есть линия границы района. Вот желтая, в данном случае. У нас есть линии метро здесь подходящие. Так как это логические совершенно другие объекты, то с ними лучше не делать пересечения. Просто из-за аналогового запомога? В общем, точек. Да, с ними накладываться можно. Отсылаем наши изменения на сервер. Получаем подтверждение, что все хорошо. И через некоторое время. Обновим страницу, но увидим наши вопросы. Пока нет. Как правило, рисующим программам нужно некоторое время, чтобы подтянуть изменения. Но все равно оно, как правило, измеряется в минутах. Через буквально минуту изменения появятся на сайте openstreetmaps.org. И эти дорожки будут нарисованы. Еще примерно через несколько дней, во время обновления программ навигаторов, наша дорога попадет в карту навигаторов. Еще раз напомню, что дополнительную информацию о ТЭКО всегда можно найти в вики-проектах. И это основной источник информации о ТЭКО. И обсуждение, чтобы использовать, проводится на форуме проекта. Форум разделен по странам. Соответственно, в каждой стране идет обсуждение, как правило, на ее языке. И каждая страна имеет какие-то свои особенности в правилах картографирования. То есть, если посмотреть, как карты сделаны в Англии, в России, в Америке, они будут отличаться. Это местные стандарты. Ну, пока изменение ресурсона. Да, все. Вот наша дорога появилась и переход вместе с ней. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если есть вопросы, готов ответить. Ну, если я обрисовываю космический снимок, не знаю, какого типа дороги там. Транк, понятно, там, видно. То, что она там секондри или там... Три. А анкотигарайзер есть отдельный тип для непонятной дороги. Нет, есть хайвей-роуд называется. Ну, можно просто хайвей-роуд, но вот последние теги, которые были в том же самом гуманитарной команде для трясовки снимков, они все-таки просили анкотигарайзер ставить. То есть, ставится какой-то общий тег, который несет смысл, что это просто дорога. Основной стиль его рисует, да? Основной стиль его рисует. Он рисует, по-моему, просто белым. Серый или нет? Ну, может так, да. У меня в комментарии еще есть, по-моему, тут дорожка, которая пешеходный переход. В том же риге, я бы сейчас поискал специально, есть пресет для дорожек пешеходных переходов. Вот кроме того, что ставят, что это пешеходная дорожка, лучше ставить, там, пит-вей и кросс-вей, что она используется для пешеходных переходов. Поэтому можно искать более точные пресеты в ID, и нужно для них там поставить. Ну, да. Ну, это вот особенность редактора ID, почему я его выбрал. Здесь очень много именно пресетов, пользовательских визардов, что вы не ищете тегов, а просто подбираете тип, который больше всего подходит, и заполняете поград. Да? А чтобы граф дорог, можно, например, на это было составить? Направление можно как-нибудь указывать или нет? Направление указывается. По факту, у каждой линии есть направление. Спасибо, вопрос очень хороший. К нему бывают ошибки в у нас трек-мэрсе. По факту, у каждой линии есть направление. То есть, данная дорога я рисовал сверху вниз, и направление у линии сохранилось сверху вниз. Поэтому, если я проставлю тег, что дорога односторонняя, то по правилу на ней будет движение вниз. И еще это очень важно на таких тегах, как лестницы и другие теги, которые важны в направлении. Вот лестница, существует соглашение, что лестница рисуется снизу вверх. То есть, сначала вы рисуете точку с самой низкой ступенью, а потом с самой высокой. И когда вы будете рисовать различные пешеходные переходы, когда, допустим, вот здесь он чуть повыше, это переход и вход на станцию, мы увидим, что это не только лестница, но и еще есть направление. Так, собственно, куда она делась. Вот. Ну, ID, видимо, не рисует яркое управление, но при этом есть отдельный контрол, который позволяет его развернуть. К сожалению, с направлением сейчас есть некоторые проблемы в карте. Если для автомобильного, автомобильных дорог силами уже производителей различных навигаторов, сообщества, огромным количеством валидаторов, практически все неверные дороги были вычищены, и теперь только направление, только-только нарисованных дорог представляет интересы для проверки, то в пешеходных маршрутов, даже в Москве очень много лестниц, присоединяем неправильно, и там иногда получаются случаи, когда навигатор показывает, что чтобы перейти улицу, надо два раза спуститься в переход, хотя по факту одна лестница спускается, а вторая поднимается. С лестницами проблема, что в оригинальном прохозе там не указали, в какую сторону лестница спускается, то есть вот эта линия. То есть в архитектуре принято, что спуск, это наоборот, стрелка вверх указывает, а с другой стороны есть принцип, что, например, реки они текут вниз. И за счет вот этого конфликта так и не определились, что что обозначать. Там даже предлагали, типа, вести отдельный тег, который указывает, в какую сторону указывается, там есть тег, вот если тег посмотрите, как раз указывает лестницу подвижения на верх, где он в тюрьме. А, добавили? Вы пропустите, есть, а по-моему, там лестница, да, данная лестница даже есть. А вот проблема, что значение по умолчанию не определить. А вот вопрос, я сейчас просто смотрю на дорожку, что я знакомую. А если там, она, скажем так, условно говоря, проселочная, имеет разные возможности для прохождения, какие-то участки там хорошие, какие-то совсем плохие, для тяжелой колесной техники, а в то же время она нарисована сейчас единая линия. Ее надо развиваться? Да, в идеале... Ее надо заново прикрессовывать, то есть из нескольких участков. В идеале ее лучше разбить на несколько отдельных линий. Отдельный инструмент для обменения. Это не в джох, но, точнее, не в... Не в агентах, да? Для нас что-то более мощно брать, желательно. То есть не через брама. Ну вот, можно двойным щелчком поставить точку где-то, разрезать на ней. Теперь у нас есть две. Разрезаем. В любом случае, теперь у нас есть два машинка, и уже у каждого из них отдельно применять какой-то ДЭК. Отдельно качественно. Да. Соответственно, с мостами и с туннелями так. С мостами и с туннелями так. То есть, может быть, участок переходить на нас, выемка вот. Да. Да, то есть, дороги есть, посмотреть. Сейчас я здесь все изменю. Смотреть, какой будет там, да, и встретит транспорт. Производный зал, где они там путешествуют по стаканам. Вот идет дорога. Большие магистрали отмечаются, как правило, даже по направлениям дорог. То есть, отдельная дорога для одного направления, отдельная для другого. И здесь мы видим, что есть дорога, которая идет снизу, ровная, потом начинается отдельная дорога, которая мостная. Ну, и у ней также есть название, рижская эстакада. Вот, если мы посмотрим, рейт, спин, рейт, 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 рейт. То есть, опять же, транспорт, да, данный участок перед мостом оканчивается, и дальше начинается снова. А в случае, если двухуровневая дорога, как-то здесь ситуация руливается, как-то, то, что это нижний уровень, верхний уровень, то, что не всегда по карте понятно, по какому уровню ты едешь и по какому надо ехать. Есть такие ситуации, в Москве, в Москве, в Москве. А где есть? Ну, вот в районе маршала Жукова, там есть прям дублирующий стакан, входящий там, да, она идет сверху дороги. И, ну, по карте непонятно, какая сверху, какая снизу, по какой проложен маршрую? А, ну, как правило, тогда показывается логически, если, допустим, нижняя дорога идет, создана для съезда, то есть, часто говоря, когда... Выходит мост вверх, а он без перекрестков, и снизу различные разъезды на соседней улице, тогда обозначается мост, и рядом дорога с ним, то есть, не ровно под, а рядом. Или, может, в районе скоростей. Примерно так это выглядит. Ну, да, современная магистраль уже больше похожа на Тарелку-Скагетти, чем на дорогу для автомобилей. Ну, в связи с этим возникают проблемы при движении на транспорте, потому что, ты видишь, дорога уходит правее, ты остаешься, ну, как бы, посередине, а на самом деле, ну, посередине на нижний уровень. Ну, да, для транспорта должны уже навигаторы оценивать ситуацию, говорить, когда от пользователя требуется какое-то действие, там, пристроиться правее или левее. Ну, пока какой-то более удобной системы графического отображения информации не приду. Ну, опять же, по поводу куркума. Насколько я помню, были предложения по использованию левел, по разнесению их. То есть, какие из них, так сказать, сами же сами, туннели, например, если есть, ground level, если ниже, хайвейм уже рисовали, я правда... Чисто теоретически вы можете нарисовать дороги друг к другу, присвоить им разные левелы, а для навигаторов можно даже левелы их присвоить. То есть, если у нас будет нарисована одна дорога, а поверх нее вторая дорога, у них где-то по бокам будут общие точки, то навигаторы все равно подцепят обе дороги и будут прокладывать маршрут через обе. Но с точки зрения графической отрисовки, это не решается сейчас никак. То есть, рендерер какую дорогу выше подцепит, такую нарисует. Под ней будет нарисована другая, но она закрасится. То есть, маршрут проложится, да, а информация в самой базе данных будет, но на картинке мы это не увидим. Спасибо.